Вот так патриотично и ярко начали праздновать День России и День района в Северском парке имени Пушкина. Стройными рядами прошли участники театрализованного шествия воинов разных эпох, от времён «Русской дружины» до современности. Творческие коллективы со всего района подготовили масштабную концертную программу, которую с радостью продемонстрировали гостям. Почётными гостями праздника стали глава Северского района Андрей Дорошевский, депутат Законодательного собрания края Сергей Орленко и районного совета Владимир Захарченко. Дорогие земли, я искренне рад поздравить вас с Днём России. Хочу пожелать вам чистого, ясного неба, мирного, чтобы наши дети беззаботно росли, развивались. И мы обязаны передать нашу землю в целости и сохранности, чтобы они её продолжили развивать и передавать в последующие поколения. С праздником, дорогие друзья! С Днём России! На всей территории парка расположились многочисленные выставки. Среди организаторов – сотрудники межпоселенческой библиотеки, образовательных и спортивных учреждений района. По доброй традиции, свои работы выставили мастера декоративно-прикладного искусства. Особым вниманием гостей пользовалась выставка «Северский район – район экономического роста», на которой свою продукцию представили местные производители. Масштабы и ассортимент товаров, которые создаются в нашем муниципалитете, поражают воображение. От продуктов питания и напитков до мебели, всевозможных станков и сельскохозяйственной техники. День России – праздник памяти, патриотизма и славы русского народа. По традиции, возложили цветы к вечному огню. К памятной дате приурочили открытие мемориала нашим землякам, погибшим в ходе спецоперации. Для многих участников праздник получился со слезами на глазах. «Хочу выразить соболезнования всем тем родственникам, чьи ребята погибли. Это очень тяжело. Я хочу вам пожелать сил, терпения преодолеть все эти трудности». Память погибших почтили минутой молчания. Цветов к открытию памятной доски принесли столько, что они с трудом уместились. Как и их деды и прадеды много лет назад, эти ребята пожертвовали своими жизнями ради нашего мира и благополучия. Наш долг – всегда помнить об их подвиге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова